МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва может отменить запрет на авиационное сообщение с Грузией, если руководство этой страны сумеет стабилизировать обстановку в стране и устранить угрозу для безопасности россиян. Попросту говоря, Лавров предлагает грузинскому руководству обуздать русофобов, исключить саму возможность политических протестов против российской оккупации. И вот тогда, в качестве утешительного приза, Путин вернет в Грузию своих крепостных. Теперь вся эта история с запретом авиационного сообщения начинает все больше походить на чекистскую операцию. Дожидаемся момента, когда количество старших братьев на курортах Грузии и становится критичным для экономики этой маленькой бедной страны, пользуемся поводом с антироссийскими демонстрациями в Грузии или сами устраиваем этот повод, отменяем авиационное сообщение, угрожаем санкциями против грузинской продукции. Затем милостивый Путин отказывается от этих санкций. А тут еще и появляется возможность вернуть туристов, если, конечно, будете хорошо себя вести, если сами избавитесь от смутянов. И этот сигнал даже не команде олигарха Бедзины Иванишвили. Это сигнал тем обычным грузинам, которые сейчас терпят убытки из-за отсутствия россиян. Тем обычным грузинам, которые слезно доказывают всем московским журналистам, которые сейчас приезжают в Грузию, что россиянам в этой стране ничего не угрожает, что, кстати, полностью соответствует действительности. Тем обычным грузинам, которые не могут понять, что российский турист на грузинском курорте в эпоху оккупации территории этой страны и нерешенной проблем беженцев, это не процветание Грузии. Это позор и стыд Грузии. Этот обычный грузин никогда не поймет, что он должен требовать от своего руководства не возвращения россиян, а реальных реформ в стране, которые позволили бы привлечь туристов из других стран, и ликвидировали бы проблему тотальной сельской нищеты. Что задача грузинского руководства не пыль в глаза пускать, а страну менять. Зато на следующих парламентских выборах многие из людей, которые переживут шок потери денег из-за срыва туристического сезона, проголосуют за какой-нибудь пророссийский или околороссийский проект. За новых лиц с кремлевской прослойкой. Украинцев пытаются воспитать также транзитом газа, прекращением войны, экономическим сотрудничеством. Тоже будут требовать от украинского руководства укротить смутянов и наказать тех, кто был на Майдане. Иначе холодная зима и новые обстрелы. Чекисты – большие специалисты по возвращению народов в стойло. Они на это учились. После праздников Дня Чекисты не все собрались, я чувствую. Кто-то еще отмечает. Мы отдельно с этими товарищами увидимся. Продолжение следует...